Так, знаю что затянул, кому надо тот уже прошел, но судя по этому опросу в группе, есть еще тысячи игроков, которые даже до босса не дошли, а просьб о гайде только больше, поэтому мы здесь. Привет страж, канал Трипл Вайп и я, Джонни Лейни, продолжаем разбирать прохождение рейда последнее желание, сегодня же его и закончим. Прежде чем приступим к традиционному разбору снаряжения, сапклассов и тактики, небольшой дисклеймер. Способа убийства Ривен 2. Кто хоть как-то следит за происходящим в сообществе, знает оба способа и разберу я тоже оба в разных видео. В этом ролике будет основная, базовая тактика, а во втором, ссылка на которое будет в описании, будет рассказано о быстром способе убийства босса за считанные минуты. Это не баг, а соответственно не багаюз, и не чит, и не лазейка с коннектом, и в том видео я расскажу почему, ссылка на него будет в описании. А теперь приготовься слушать внимательно. Итак, мейн способ убийства Ривен тысячеголосой. Сапклассы. Охотники-стрелки со шлемом Звездный Полуночник на один жирнющий выстрел. Варлоки с ультами на кладе света и титаны с ультой на расчистку. Можете использовать Солнцелома, можете Сентинелла с клыками по гибели, тут уже кто во что гораст. Оружие. В первый слот берите то, что вам нравится, но я бы посоветовал взять пушку на дальнее расстояние. Импульсная винтовка, винтовка разведчика, идеальные варианты. Во второй слот либо снайперская винтовка, либо дробовики келл. Либо наоборот снайперку. В первый слот, а пульсу во второй, тут как вам удобней. Третий слот, шепот червя. Он будет сильно помогать вам на протяжении всего боссфайта. В качестве альтернативы можете использовать Симулянт, но шепот здесь все же оптимальный вариант. На этом этапе крайне важна коммуникация. Если вы считали, что коммуникация на хранилище была вершиной, эпицентром всего рейда, то готовьтесь к еще большему испытанию. Умение правильно давать калауты и быстро на них реагировать будет играть здесь важнейшую роль. Но подробнее я расскажу об этом в процессе. Итак, вы в главном зале. Ривен еще даже не видать, так что, чтобы начать вход на стадию, встаньте по шести кнопкам. Если обратите внимание, расположены они по три с каждой стороны. Все верно, нам снова нужно разделить нашу команду на тройки. В каждой желательно разделиться по классам. По охотнику с огненным выстрелом и по варлоку с кладезем. Это наиболее рекомендуемый расклад. Вся локация состоит из трех этажей. Будем назвать их первый, самый нижний, второй и верхний, где вы сейчас стоите и активируете лифты. Как только энкаунтер будет запущен, вы опуститесь на первый этаж, и каждая тройка игроков должна будет занять свою комнату. Одна из комнат будет гореть желтым светом, а другая синим, поэтому заранее определитесь, кто в какую комнату пойдет. Заходите в свою зону и отстреливайте мобов. Они тут совсем не из сильнейших, так что проблем не должно возникнуть. В скором времени к одной из комнат заглянет Ривен, либо к вашей тройке, либо ко второй тройке игроков. Желательно проговорить, что в вашей комнате появилась Ривен. Фишка в чем? Когда Ривен приходит к вам, то вы должны прервать ее атаку. Для этого вам как раз и нужен охотник, с ним проще. У Ривен есть два варианта атаки. Первый, она откроет рот и будет блевать на вас содержимое энергии, назовем ее так, извиняйте. И второй, Ривен готовит свои щупальца для нанесения атаки. Если Ривен открывает рот, то дождитесь, пока он загорится желтым светом, это случается на короткий промежуток времени. В этот момент вы должны будете нанести по нему как можно больше урона, чтобы застанить босса. Легче всего, как я уже сказал, это делается голден ганом на один выстрел. Если же Ривен приготовит свои щупальца для атаки, то один из игроков, желательно тот самый охотник, должен подойти вплотную к лапке Ривен, чтобы та замахнулась и ударила об землю. Ривен буквально всадит щупальца в пол и оно пожелтеет. Если вы успеете нанести по этому щупальцу урон, то застанете босса. Голден ган на один выстрел справляется с этим без каких-либо проблем. Для чего все это делается? Для того, что когда вы станете босса, у Ривен открывается ее лицо, и вы можете увидеть огромное количество глаз. Ну, как огромное? Десять. Два из них загорятся светом. Вы должны проговорить их для тройки игроков, которая находится в другой комнате. Эта информация крайне важна, поэтому не упустите этот момент. На этом стоп-кадре хорошо видны глаза, каждый глаз пронумерован. Их проще разделить на правую и левую стороны. На первых прохождениях мне было удобнее держать этот стоп-кадр из ролика «Дата» открытым на экране ноутбука и давать инфу по нему. Но если вы супер быстро запоминаете расположение, зубрите! Вы назвали глаза, и теперь вам нужно вбросить релик. Какой? Тот, что выпадает из одержимого капитана. Один игрок чистит мобов, один хватает релик, а еще один прыгает на балкон за стеклом. Через это стекло ему открывается вид на символы. Первый раз увидев эту поляну, может возникнуть желание сказать «Ну нахер!». Но мы с вами идем до конца. Игрок, который подобрал релик, должен посмотреть на столб под стеклом. Там вертикально в ряд будет отображаться один символ. Назвать этот символ нужно громко и понятно, и тот игрок, который стоит на балконе за стеклом, должен будет скоординировать игрока с реликом, куда тому нужно встать и прожать активацию этого самого релика. Для чего вносится релик, спросите вы? Для того, чтобы вы активировали лифт, который отправит вас на следующий этаж, в данном случае второй. Для упрощения, вот вам еще одна картинка с обозначениями. Сохраняйте ее, и надеюсь, так вам будет проще понять друг друга, потому что момент и правда непростой. Это мы рассмотрели вариант того, что происходит в комнате у тройки, у которой Ривен появилась первой. Дело в том, что Ривен посетит игроков два раза, сначала одну тройку, потом другую. Задача с внесением релика у обеих команд одинакова, но учтите один момент. Заносить релик нужно после того, как Ривен ушла от вас. Дело в том, что может так получиться, что вы возьмете релик, и в этот же момент появится Ривен. На первых порах у нас такое происходило часто. Что касается глаз Ривен, то здесь история немного другая. Как вы помните, первая комната проговаривала глаза, которые у Ривен светились. Второй же тройке нужно нанести, снести эти названные глаза. Иначе говоря, когда Ривен откроет свое лицо, после того, как вы застанете босса, то у босса глаза светиться не будут, а будут просто приготовлены для получения урона от игроков. Выберите игрока, который будет отвечать за снос глаз. Здесь нужно учесть два момента. Сносить сразу же глаза не обязательно. Дайте вашим напарникам по тройке немного подамажить босса в рот из шепота червя. Вы должны снести оба глаза за короткий интервал. Как только вы снесете первый глаз, то на второй у вас пойдет, так скажем, виртуальный таймер, около трех секунд. А поэтому выпрямляй свои ручки, страж, и стреляй в маленькие глаза. Ну это почти как белки в глаз стрелять на охоте. Теперь, чтобы закрыть все вопросы, объясняем, почему первой тройке, к которой Ривен приходит первой, так важно называть глаза. Если вы проспите стан босса, то Ривен не откроет свое лицо, и вы не сможете сообщить второй тройке, какие глаза требуется снести. Если вы снесете хоть один неправильный глаз, то готовьтесь к вайпу. Как только вы все сделаете, проговорите, снесете глаз, внесете релик для активации лифта, бегите к этому самому лифту, который будет находиться в задней части комнаты, и поднимайтесь на второй этаж. Имейте в виду, что команда, которая проговорила глаза и внесла релик, может заранее подниматься на второй этаж, так как ей больше нечего делать на первом. Эта команда практически всегда будет уходить первой. Как только вы подниметесь на второй этаж, то вся история повторяется. Станы, глаза, релики. Как только справитесь со второй поставленной задачей, поднимайтесь на самый верхний этаж. На этом этаже вы объединитесь с другой тройкой и будете действовать сообща. Вам потребуется расчистить целую толпу мобов и снова станете Ривен. На этот раз будет только щупальца. Как только к вам поднимется сама Ривен, то как можно быстрее застаньте ее, чтобы она открыла свое лицо. У босса снова будут гореть те же несчастные глаза и снова две штуки из десяти. Один из игроков должен запомнить эти глаза, этот процесс повторится еще два раза, и каждый раз один из игроков должен запоминать по два глаза. На четвертый раз Ривен откроет лицо, и вы сможете снести глаза, как делали это на других этажах. Три игрока, которые запоминали свои глаза, должны снести их, всего в сумме шесть. Помните, что интервал между первым и последним глазом очень короткий, поэтому действуйте быстро и точно. Не экономьте ульту на данный этап. Если вам тяжко, ультуйте хоть в одного моба, любая ошибка на данном этапе фатальна. Как только снесете все глаза, возвращайтесь к своим исходным позициям и спускайтесь вниз, к тем самым светящимся кнопкам. Пока вы спускаетесь, вы сможете наносить урон по одержимым отросткам, которые теперь не будут иммунными. Ваша задача снести как можно больше подобных отростков, пока вы спускаетесь вниз. Но учтите один момент, как только вы уничтожите отросток, из него на вас полетят шары одержимых, те самые фрикадельки. Они бьют очень больно, поэтому приготовьте праймари оружие, чтобы быстро отстрелить их. Как только вы спуститесь вниз, то вся эта страшная история повторится снова и так до тех пор, пока вы не оставите ривен небольшое количество жизни, которое на индикаторе здоровья отлично выделяется специальной полоской. Как только у ривен останется то самое малое количество здоровья, то вас закинет в высшее измерение, где будет джамп пазл. Вас будут встречать фаланги, которые могут выкинуть вас в пропасть. Чтобы пройти джамп пазл, нужно, чтобы один из игроков добрался до его концовки и подобрал силу одержимых, которую мы встречали на Огре Моргете. Как только один из игроков сделает это, то всю команду телепортирует на третий этаж, включая тех, кто умер. Не забудьте поднять их и ждите, пока появится ривен. Как только ривен появилась, бейте из чего угодно по ней. Это та самая любимая фаза добивания, которая есть на каждом рейдовом боссе в Дестине. Как только вы убьете ривен, вам нужно буквально войти в ее пасть и уничтожить одержимый очаг, из которого затем появится сердце. На этом этап будет завершен. Этап, но не рейд. Видите ли, убийство босса это не последняя стадия рейда. За прохождение этого этапа вы получите эфирный ключ, которым открывается сундук, за прохождение последнего этапа, о котором сейчас и пойдет речь. Ваша задача предельно проста. Донести сердце ривен до техно-ведьм, которых вы освободили ранее. А вот выполнение этой стадии выглядит не очень просто, особенно для тех, кто делает это впервые. Как только начнется этап, то одного из игроков в сердце выберет в качестве своего избранника. Этот игрок сможет подобрать сердце и понести его, но не сможет использовать какие-либо способности, даже спринт и атаку ближнего боя. Будет доступен только обычный первый прыжок. Этот игрок должен нести сердце, а остальная команда должна прикрывать его. Говоря о прикрытии, все игроки должны выбрать ульту на расчистку для этого этапа. Варлоки могут взять электричку или новый войдовый подкласс, охотники могут взять аркстрайдера, а титанам можно посоветовать войдовый подкласс с клыками погибели. Игрок может нести сердце лишь ограниченное количество времени. Игрок, который несет сердце, сможет увидеть таймер в левой части экрана. Как только таймер обнулится, то этого самого игрока перенесет прямо в сердце ривен, где он должен будет отбиваться от мобов. Как только этого игрока заберет сердце, то через пару секунд будет написано, что сердце выбрало нового игрока. Так что следите и немедленно подбирайте сердце и несите его дальше, пока команда прикрывает вас. Вся сложность этапа заключается в том, что игроки, которые прикрывают носителя сердца, набирают дебаф. Как только дебаф достигнет отметки х10, то этот игрок умрет. Чтобы этого не произошло, нужно обнулять этот дебаф. Делается это очень просто. Игрок, который несет сердце, параллельно несет очищающий купол, который вместе с таймером сердца уменьшается. Если вы зайдете внутрь этого купола, то накопленные вами дебафы скинутся. А потому, чтобы у вас не возникло проблем, ходите рядом с игроком, который несет сердце. Но учтите один момент, из-за которого происходит большее количество вайпов. Как только таймер обнулится, то сердце заберет не только игрока, который его нес, но также и тех, кто находится рядом с носителем сердца в этот момент. А потому в самый последний момент, когда вы обнулите накопленные дебафы, отойдите на несколько метров от сердца, чтобы оно вас тоже не засосало. Запомните эту вещь. Отойдите на несколько метров от сердца. И ждите, пока не появится надпись с новым избранником. Дело в том, что даже если игрок с сердцем улетел, а вы подойдете спустя секунду, то вас тоже все равно может перенести внутрь. Чтобы вы знали, когда можно стоять в куполе, а когда лучше отойти, игрок, который несет сердце, и должен проговаривать таймер. Делать это нужно, скажем, начиная с 10 секунды. Вот просто проговаривайте. 10, 9, 8, 7 и так далее. В это же время в сердце Ривен, игрок, который был перенесен первым, должен убивать мобов, о чем я уже говорил, и подобрать силу одержимых, которая появится в его локации. Дело в том, что при подборе этой силы вы запускаете таймер по новой. Иначе говоря, игрок с сердцем бежит, у него истекает таймер, вы подбираете силу одержимого внутри сердца, и его таймер запускается по новой. Это позволяет одному и тому же игроку с сердцем нести его дальше и дольше. Учтите только важный момент. Перезапускать таймер можно один раз. На каждого носителя сердца. Перезапускать таймер лучше, как вы можете догадаться, в самый последний момент. Желательно делать это, когда носитель сердца назовет цифру 3, 2, и вот тут подбирайте силу одержимых и просто отбивайтесь от мобов. Как только к этому игроку присоединится еще один, которого тоже заберет сердце, то появится уже не одна сила одержимых, а две. На этот раз вам потребуется взять два бафа, чтобы перезапустить таймер. Иначе говоря, сколько игроков находится в сердце, столько появляется бафов. Чтобы перезапускать таймер, нужно взять все бафы. Предельно просто, не правда ли? Учтите два важных момента. Один игрок может брать лишь два бафа, как на этапе с Огром Моргетом. Проговаривайте каждый раз, когда берете баф. Это особенно критично, когда в сердце будет находиться более трех игроков. Взяли первый баф, сказали, взял первый баф. Какой-то игрок взял второй баф, проговорил, взял второй баф. Какой-то игрок взял третий баф, проговорил, взял третий баф. Коммуникация здесь очень важна, как и на всем рейде, как вы поняли. Так как если вы возьмете все бафы раньше, то и перезапустите таймер слишком рано. Или же вы можете просто не взять все бафы, из-за чего игрок с сердцем перенесется раньше положенного срока. Донесли сердце? Что ж, похоже вы прошли рейд. Выбирайте сундук с наградой, хвастайтесь друзьям лутом, надеюсь он вас еще и порадует. Еще раз сорян, что пришлось так долго ждать гайда по рейду, уж больно много всяких событий и активностей, о которых хотелось рассказать скорее, а еще ведь и других дел моря. В общем, ты подпишись, Страж, а я обещаю делать ролики оперативней, честно. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видосах. Пока.